Добрый день, у микрофона Ольга Болезина. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер коллегии адвокатов Дзукаев Глотов и партнер Александр Дзукаев. Здравствуйте, Ольга. Сегодня мы говорим о дистанционных мошенничествах. Бесконечная какая-то тема, несмотря на то, что постоянно всех нас предупреждают о том, чтобы не реагировали на звонки, не передавали свои данные, карт. Вот если полистать сайт УМВД Кировского, там через одну новость выманили у жителя такого-то города 900 тысяч рублей, 700 тысяч рублей. За минувшую неделю в отношении жителей региона совершено 34 дистанционных преступления, ущерб 8,5 миллионов рублей. Всё это, несмотря на предупреждение. Самая распространённая, наверное, сейчас схема, это когда нам звонят, говорят, что там пытаются произвести какой-то платёж с нашей карты. Представляются сотрудниками банков, да? Да-да-да, службы безопасности. Я сама с этим сталкивалась. Это очень, конечно, нервно, и ты боишься за свои деньги. На эмоциях и работают. Во всеобщем представлении это вот люди, которые сидят там где-то в местах заключения, и нам звонят, и деньги им в карман поступают. Но на самом деле это вершина айсберга, да? Вы вот имеете дело сейчас как раз с подобным разбирательством? Да, на самом деле за такими преступлениями, за масштабными преступлениями стоят хорошо организованные преступные группы и даже преступные сообщества, которые обладают строгой иерархией, высокой степенью конспирации с современными гаджетами и оснащением. У них есть и служба безопасности, и коррупционные связи в банковских учреждениях, а также в правоохранительных структурах, что и помогает им долгое время быть безнаказанными. Такие преступные сообщества имеют следующую структуру. Верхушка – это руководство и так называемые колл-центры, где непосредственно совершается хищение и работа с потерпевшими, то есть обзвон и непосредственно действие направленное на хищение денежных средств. Также имеется множество ячеек. Это низшее звено, состоящее из нескольких членов преступной группы, которые непосредственно выводят денежные средства со счетов, открывают временные счета в различных регионах страны, туда отправляют потерпевшие денежные средства, либо совершаются хищения и отправляется туда какая-то сумма денег, быстро выводятся и уже переводятся денежные средства на аффилированные счета руководителей преступной группы. Далее эти денежные средства выводятся в криптовалюту, в электронные кошельки и далее среды теряются. Много ли таких групп или это какой-то, не знаю, единый синдикат по всей России? Это не единый синдикат и таких преступных групп и сообществ достаточно много, поскольку преступность набирает обороты, она приносит серьезные доходы и с ней пока тяжело бороться. Сложности состоят в том, что члены группы могут находиться как в разных регионах страны, так и за рубежом. Это требует не только межрегионального взаимодействия правоохранительных органов, но и международного. В этом есть сложности с выдачей, с экстрадицией подозреваемых, обвиняемых. Вы вот сейчас подобным делом занимаетесь. Понятно, что о многом нельзя говорить. Давайте вот как-то контурно обрисуем на конкретном примере, что там много регионов, где пострадали люди, в том числе и на нашей территории. Потерпевшие практически во всех регионах. У одной группировки? У одной и той же группировки. Они намеренно меняют дислокацию, работают в разных регионах, чтобы усложнить работу правоохранительных органов. Это опять же меры конспирации. Количество пострадавших, я даже боюсь представить, какое? Сотни и тысячи. Среди них есть и латентная преступность, поскольку не все потерпевшие обращаются в правоохранительные органы или не верят в положительный исход. Хотя это на самом деле неправильно. Нужно содействовать в раскрытии таких преступлений и сообщать о каждом факте. На самом деле у меня сейчас в производстве несколько подобных дел. Я защищаю и как потерпевших, так и фигурантов конкретных уголовных дел. Те же сложности, о которых я и говорил, это межрегиональная и международная преступная ячейка, которая пытается запутать следы. Дело расследуется уже более двух лет. А перспективы какие? Перспективы? Ну вот задержаны пока низшие звенья. Вот как раз ячейки обнальщиков, а верхушка, пока по предварительной информации, они даже за рубежом и с ними пока ничего не могут сделать. Переизвестно. Да. Когда задерживаются низшие звенья, на их место могут прийти другие. Руководство-то остается одно и то же. Вы сказали, что в полицию все-таки обращаться надо, даже если какие-то суммы минимальные. Да. Суммы варьируются от 10 тысяч до нескольких десятков миллионов. С одного человека? Да. Десятки миллионов? Да. В одном деле, насколько мне известно, одна потерпевшая с Урала перевела в течение полугода более 40 миллионов рублей. Как это бывает? Почему человек не останавливается в какой-то момент? Это прессинг психологический? Я считаю, что когда человек потеряет крупную сумму денег, он уже готов дальше тратить психологически, чтобы вернуть эти потерянные деньги, и дальше нарастает вот этот ком. Тоже простроена хорошо с той стороны вот эта система обмана или введения в заблуждение. Да, верно. Там хорошие психологи работают, люди подготовленные. Деньги в итоге реально ли вернуть? В конечном итоге шансы вернуть денежные средства стремятся к нулю. Практически нет таких шансов, поскольку деньги уходят далеко, следы их теряются. Я полагаю, что даже если будет установлена вся цепочка преступного сообщества, все будут задержаны, там настолько большие деньги, что вряд ли кто-то их добровольно вернет. Но в полицию рекомендуете обращаться. Как там, кстати, реагируют на подобные жалобы? Ведь их, наверное, очень много. Может быть, там полиция говорит, ну отстаньте, шансов нет, не пишите в бумагу. В любом случае нужно настаивать на регистрации заявления о преступлении. Это может в будущем, опять же, помочь в расследовании дела. Конкретные факты, которые сообщают потерпевшие, они могут быть очень важны для следствия. Ну и если говорить о том, как защититься, какой-то единой панацеи нету. Но я бы советовал незащищенным категориям граждан, если ваши родители или дедушки, бабушки пользуются банковскими картами, вы считаете, что они доверчивые, внушаемые люди, то я бы советовал отказаться от банковских карт и пользоваться наличными деньгами. Глобально этот вопрос можно было бы решить на законодательном уровне, переложив ответственность на банковскую сферу. Но государство, я полагаю, на эти шаги не пойдет, поскольку они защищают интересы, в первую очередь, банковских структур, крупных госкорпораций, а уже потом думают о населении. Ну формально, видимо, для банка это выглядит как добровольный какой-то платеж, перевод. Банки легко уходят от ответственности, поскольку и судебная практика не в пользу физических лиц. Ну и плюс они давно уже лоббировали свои интересы в законодательство, поэтому они хорошо защищены. Если бы возложить ответственность на них, я думаю, у банков достаточно и сил и средств, чтобы ввести какие-то дополнительные меры контроля и как-то бороться с этим. А вот смотрите, речь чаще всего идет о том, чтобы не передавать какие-то данные карты помимо номера. Действительно это так, то есть это защитит? Либо даже если у мошенников оказалось ваш номер телефона и номер карты, вы уже рискуете, даже не отдав там вот этот вот трехзначный код или подтверждение операции из СМС? На самом деле способов хищения достаточно много и даже рассылка приложений, ссылок на них с вредоносными программами, которые завладеют вашей картой и вашими данными, их тоже очень много. И способы мошенничества обновляются, за ними не угнаться, то есть нужно как-то глобально решать вопрос, либо самим пытаться защититься. Если все же это случилось, мы первым делом идем в полицию. В полицию пишем заявление. И есть еще какие-то шаги, которые мы можем предпринять, чтобы либо вернуть деньги, либо получить какое-то удовлетворение хотя бы? На самом деле нет, тут только остается ждать, когда правоохранители начнут распутывать этот клубок. Этот процесс очень долгий и многие потерпевшие очень долго ждут развязки. Кировский опыт есть какой-то минимально успешный? Единичные случаи есть, когда люди несут уголовную ответственность, но опять же по возврату денежных средств все индивидуально и, как правило, не приносит результата. Тут можно только призвать к бдительности граждан в очередной раз. Никогда сотрудник банка вам не позвонит и сам не предложит какие-то сомнительные услуги и без вашего участия практически невозможно похитить с вашего счета какие-то деньги. Поэтому все эти звонки подозрительные изначально. Можно, наверное, брать какую-то паузу для того, чтобы не повестись именно на вот эти психологические уловки. Вот задача вот этих преступных групп, вот этих колл-центров как раз в том, чтобы не дать паузу. Они не дают передохнуть потерпевшим, они просто грузят информацию, постоянно держат на контроле, перезванивают, нагнетают обстановку, человек плывет. Разговаривали о мошенничествах с Александром Дзукаевым, управляющим партнером коллегии адвокатов Дзукаев, Глотов и партнеры. Будьте бдительны, берегите не только здоровье, но и свои средства, и все данные личные по карте. Спасибо, до новых встреч. Полезный город